Привет всем! С вами канал на кухне у подружки. Я Жанна и все еще нахожусь на западе Грузии, конкретно в Мегрелии. Сегодня я решила показать вам красоту дикой природы этой части Грузии. Это Мухури. Место называется Шурубун. Здесь природа сама создала всю красоту. После таких прогулок нужно вкусно поесть и потом можно и красиво спеть. Пока я на западе, буду вам готовить национальные блюда и бонусом развлекать местным фольклором. Досмотрите ролик до конца. Вас опять ждет музыкальный сюрприз. Привет всем! С вами канал на кухне у подружки. Мы опять находимся на западе Грузии. У нас будет блюдо гебжалин. Русского перевода этого слова я не знаю. Делается оно из молодого сулугуни или молодого сыра. Сыр должен быть молодым, не соленым, только сделанным. На рынке такие продаются, если просите у продавца, вы сможете ее купить. Сейчас я вам скажу, что нам для этого нужно. Я беру килограмм сулугуни молотого, один перчик зеленый, один чесночок, мятый. Нам понадобится где-то 10 вот таких вот веток. 10 веток будет достаточно. И вот толчок. Можно, конечно, через мясорубку, но в толчке намного вкуснее. Кроме всего прочего, нам для гебжалии понадобится 200 грамм творога домашнего. Любой творог можно и в магазине купить, и дома сделать. Я вам уже показывала. Сейчас мы будем готовить помадку для гебжалии. Это у нас аджика из мяты. Эта аджика пойдет и к творогу, который мы дома делали, или покупной, любой. Вот перемешивайте с этой аджикой, у вас отличная закуска получится. Ну, я вам покажу, как сейчас мы это делаем. Мы можете больше брать, чтобы больше аджики было. Она хранится хорошо в холодильнике. Мы взяли его 10 веток мяты, обычная мята. Ни лимонная, никакая другая, обычная мята. Нарезали 1 треть перчика и зубчик чеснока. Тоже пускаем сюда, вот. И 1 столовая ложка соли крупной. Тоже все сюда. Все это мы сейчас потолчем вот таким камнем. И покажем результат. Будет шумно, поэтому бережем ваши уши. Вот что у нас получилось. Мы ее делали минуты 3, наверное, толкали. Вот такая вот аджичка получилась. Сейчас я ее достану и поближе вам покажу. Вот такой консистенции у нас получилась аджика. Вот она какая. Это аджика из мяты. Для творога и сыра. Сыр мы нарезали вот такими плоскими полосками. Длинными плоскими полосками. Это молодой сулугуни. Слабосоленый. Вот мы ее вот такими полосками нарезали. Сейчас мы будем дальше ее обрабатывать. Оставайтесь с нами. Сыр мы нарезали. И теперь заливаем сюда кипяток. Прям вот горячий-горячий. Заливаем вот так вот кипяточком. Чтоб весь сыр покрылся кипятком. Вот, пожалуйста. Почти чайник кипятка залили. Теперь я буду лепить жвачку. Такую вот текучую массу. Вот такой вот превратится вот в такую вот текучую массу. Она соединяет, сняется в одну кучу. Все слипается. Смотрите, какая получается масса. Как большая жвачка. Очень текучая и большая жвачка. Вот такая вот, видите. Она уже тянется все. Получаем однородную массу. Вот масса стала однородной, текучей. Я ее теперь с воды достаю на доску. Теперь я ее буду распрямлять, как тесто. Я должна получить плоскую поверхность. Пока она горячая. Все делается быстро-быстро. Растягивается мой сыр по всей поверхности. Вот в таком виде. Смотрите, какая она. Никакой палки и выручалки. Ничего тут не надо. Вот так. Или палкой, или руками, пальцами. Ну, оно немножко горячее, конечно, будет. Но ничего страшного. У меня вот деревянной ложкой прекрасно получается. Получится и у вас. Самое главное в этом рецепте. Купите подходящий сыр. Настоящий сыр. Настоящего молока. И он должен быть вкусным и не очень соленым. Вот, пожалуйста. Мы ее распластали по всей поверхности. Как тесто. Я в аджику мою подлила немножко той сыворотки, которая с сыра вытекла. Вот, сделала чуть-чуть ее жиже. Теперь оставляю маленькую часть для соуса. Его отдельно будем готовить. А эту массу я постараюсь руками равномерно вымазать всю поверхность сыра. Вот так вот. Еще чуть-чуть можно добавить. Вот, пожалуйста, намазали. Теперь мы будем делать рулетик. Будем крутить сыр вот таким вот рулетиком. Сейчас вы увидите, пока не видно вам. Вот так вот я накручиваю сыр рулетиком. Вот так вот, смотрите, как я делаю. Стараясь все делать равномерно. И чтобы ничего не потерять при этом. Вот такая у меня получилась колбаска. Теперь наш рулетик мы будем нарезать кусочками. Вот такими вот. Вот, его немножко сложновато резать, но вот толщину пальчика. Покажу в разрезе, что у нас получилось. Вот такие вот у нас рулетики получились. Мы их сложим в посуду. Вот, пожалуйста. Сейчас покажу, как. Вот таким образом я сложила посуду. Мне получится две полных мисочки, поэтому гостей. У нас сегодня гостей будет много. Мы приготовили побольше. Вот. И вот так вот сложу. Вот таким образом я сложила. При подачи на стол их особо мешать не стоит. Поэтому вот сейчас зальем их соусом своим. И потом на стол будем подавать. Или в этой же посуде, или в посуде поменьше. Но выкладывать будем ложкой аккуратно очень. Вот это вот одна посудина у меня уже полная. Готова для заливки. Вот две вот таких мисочки у нас получилось. Теперь я вам покажу, как делать подливку на это все. На эту красоту. Жидкость, которая у нас оставалась после сыра. Вот она. Мы в нее разбавили оставшуюся аджику с мятой. Вот. Вот она такая жирненькая получилась. Вот эту жидкость сейчас будем доливать в творог. Перемешиваем. Получится такая густая жижа. Мы делаем соус для нашего сыра. Для нашей гебжали. Можно и блендером пройтись. Ну, я ложкой сделаю все. Вот такой соус у нас получился. С творогом и с остатком под сыром. Тут еще мята из аджики. Сейчас мы будем заливать наш нарезанный гебжали сыр. Наш подготовленный сыр мы добавляем в соус. Вот таким вот образом. Чтобы он спрятался. Чуть-чуть приподнимем. Он должен впитаться. Равномерно распределим. Как я вам говорила, сегодня ждем гостей. Приготовили побольше всего. Вот что у нас получилось. Это гебжали. Своебразный. Очень вкусный сыр в мятном соусе. Приготовьте и попробуйте. Приготовьте и попробуйте. Просто объедение. Вот так оно выглядит. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И пишите свои пожелания. Могу еще много чего интересного вам приготовить. Может что-то вам особенно интересно. И с кавказской кухни. И с грузинской в частности. Пожалуйста. Всегда готовы для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok